Всем привет, с вами Максим. Разработчики в пятничном обновлении добавили в игру праздник середины осени, а также спойлеры, что на следующей неделе начнется ивент свитков и выйдет новый герой. Новый герой, уже показали его, его зовут Гегги, герой из фракции Бездна. Какой класс еще пока непонятно, но вы можете скорее всего догадаться. А также они по непонятной мне причине добавили описание умений героя на всех языках в файлах игры. Не знаю, чем они думали, но они вроде как знают, что у нас есть датамайнер, который смотрит описание файлов, и я посмотрел. Теперь давайте расскажу вам, что за умения будут у этого героя. Это обычный герой, поэтому ничего сверхъестественного в его умениях нет. Активный навык называется Попробуй мою бомбу. Наносит 1400% урона от атаки врагам в переднем ряду и ускоряет таймер срабатывания вулканической бомбы у всех врагов на один раунд. Затем накладывает вулканическую бомбу с таймером в 3 на одного случайного врага без вулканической бомбы. Ну, дамагер с замедленным, с отложенным действием. Второй навык. Надежный друг. Это пассивный навык, просто увеличивающий характеристики героя. 50% здоровья, 25% атаки, снижение урона 35%, то есть такой жирный танкованный герой, и плюс 8% иммунитета контроля. Ну, такой жирный герой будет. Третий навык. Удар лавы. Пассивный навык это базовая атака. Изменяет обычную атаку на следующее. Наносит 800% урона от атаки врагам в переднем ряду и крадет у них 50% брони. То есть он себе еще будет получать 50% брони на 2 раунда. Ну, неплохо. Будет очень танковый герой. И последняя пассивка. Беги лава. В начале боя, и когда герой участвует в бою в качестве замены, то есть на арене, когда он добавляется, накладывает вулканическую бомбу с таймером 3 на одного врага с наибольшим запасом здоровья. Когда герой погибает, он наносит 3600, деленное на число выживших врагов, урона всем врагам. Также, поджигая цель, наносит урон, равный 8% от максимального здоровья цели в течение 3 раундов. И снимает с врагов все вулканические бомбы. При получении урона от активных навыков, наносит 1400 урона атакующему и накладывает вулканическую бомбу с таймером в 3. То есть каждый раз, когда его будут бить, он будет накладывать вулканическую бомбу. Если на цели уже есть вулканическая бомба, вместо этого ускоряет таймер. Чем больше урона будет получать от врагов с вулканическими бомбами, чем чаще, тем быстрее у них будет уменьшаться таймер, и они потом взорвутся. Что такое вулканическая бомба? Это эффект навыка, то есть его нельзя будет очистить никакими талантами. Каждый ход таймер автоматически ускоряется на одну, и вулканическая бомба взрывается, когда таймер достигает нуля. От трех до нуля. Наносит урон всем врагам в размере 3600% от атаки, делимое на количество врагов выживших. То есть чем меньше врагов остается, тем больше урона будет наносить вулканическая бомба. Также поджигает цель, нанося урон в размере 8% и 100% оглушает цель, когда взрывается бомба. Ну, такой герой еще и с контролем, с оглушением. Не складывается, то есть один раз прокнула бомба, она не будет стакаться, только будет уменьшаться их время срабатывания. Ну, то есть получаем героя, дамажащего, атакует врагов в переднем ряду с ульты, с базовой атаки тоже врагов в переднем ряду. То есть, по сути, остальные герои, которые будут его бить, у них будут накладываться автоматически. Ну, и он сам будет со своих умений ускорять, уничтожать передние ряды. Ну, судя по описанию умений, выходит, похоже на воина, либо мага. Смотрим. Последний герой была Ронея, Игнис, Пастеры, потом Киллер, Накия, потом Вальдек, Рейнджер, Лучник и Иктуга. И дальше, получается, был Моракс и очень давно был маг. Мага давно не было. Делациум, тут Скирей. То есть, следующий должен быть, по идее, это маг должен быть, так как его на очереди Делациум был маг, либо воин. Непонятно. Посмотрим, что это будет. Если вам видео было полезным, интересным, не сколько полезным, а сколько интересным, поставьте лайк, подпишитесь. И ждем выхода героя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok